Как я уже говорил, есть разные мнения о том, как Ветхий Завет может быть использован в эпоху Нового Завета. Но до сих пор мы не сформулировали принципы или правила, которые могли бы нам помочь определить, какая из этих теорий – теория непрерывности Бансена, умеренная теория непрерывности или теория прерывности или радикальная теория прерывности – является верной. И я думаю, что лучше всего начать с разговора о правилах, точнее, о правилах герминевтики, касающихся связи между заветами. И прежде всего, прежде чем мы начнем говорить об этом, я хочу добавить, что два правила, о которых сейчас пойдет речь, также помогают выявить различные варианты ветхозаветных пророчеств о последних днях и об Израиле. Мы не должны думать, что один набор правил относится к вопросам закона, а другой набор для разбора пророчеств. Одни и те же правила управляют всем, что вы можете сделать с Ветхим Заветом. Итак, первая теория говорит, если учение Ветхого Завета не повторяется в Новом Завете где-нибудь в Новом Завете, то оно утратило силу. Итак, часто или чаще всего к этому подходу приходили сторонники теории непрерывности, которые следовали именно этой стратегии. Они утверждали, например, что Новый Завет дает полное откровение или ныне действующее откровение от Бога. И поэтому мы должны определять, что подразумевалось в Ветхом Завете и как это применяется, рассмотрев, что говорится в Новом Завете об этом. И если Новый Завет повторяет Ветхий Завет, тогда все остается в силе, как и раньше. Если же он не повторяет, тогда закон больше не действует. А вот с практической точки зрения, по теории умеренной непрерывности, например, установление о перилах на крыше дома, именно это установление не повторяется в Новом Завете. Но, безусловно, там есть фрагменты, например, в послании к евреям, где говорится о том, что Христос исполнил обрядовый закон. И мы можем рассуждать, что в более широком смысле все компоненты обрядового закона все еще действуют в наши дни, хотя они и преобразились таким образом, что законы о жертвоприношении преобразились из-за пришествия Иисуса Христа. Возможно, не совсем конкретно говорится о том, что нужно строить перила на крыше своего дома, но главная идея, которая заложена в этом поступке – забота о безопасности вашего ближнего. И, естественно, что эта идея повторяется в Новом Завете. Мы должны любить ближнего, мы должны заботиться о его интересах, и, таким образом, главная идея, заключенная в этом законе, повторяется, а значит, все еще актуальна. Альтернативно теория утверждает, если Бог сказал о чем-то однажды, и мы имеем в виду Ветхий Завет, то это продолжает функционировать, действовать и в Новом Завете, если Новый Завет явным или косвенным образом не устраняет этот закон. Итак, первая теория об отношении между Заветами говорит, что правило должно повториться в Новом Завете, чтобы не потерять силу, а вторая теория не требует повторения правила в Новом Завете, чтобы оно продолжало действовать, а говорит, что нужно только удостовериться, что ничто в Новом Завете не свидетельствует о его ликвидации. И ничто явное или косвенное не устранит закон. Итак, этой теории, второй теорией, придерживаются сторонники умеренного взгляда на прерывность. И, как я уже упоминал, прежде чем вы начали говорить об этом, оба эти правила помогают нам оценивать ветхозаветные пророчества. Если ветхозаветное пророчество о будущем Израиля не повторяется в Новом Завете, как имеющее значение для Израиля, то, значит, оно его не имеет. Но посмотрите, второе правило гласит, если Бог однажды дал эти обетования Израилю, то на основании чего сторонники этого второго правила полагают, что Бог не исполнит эти правила, кроме случаев, когда явно или косвенно Он в Новом Завете говорит, что передумал. Интересно то, что когда-то давным-давно, много лет назад, когда я, я думаю, что я работал над исследовательским проектом для написания этой главы в книге, так вот, я прочитал книгу Грега Бансона об этике, и где-то там он написал, нам необходимо какое-нибудь правило, чтобы знать, какая связь между заветами. И вот он пишет, я считаю, что подходящее правило, зная, что он придерживается теории непрерывности, я думал, что он предложит первое правило, но он предложил второе правило. Я подумал, надо же, как интересно. Я бы ответил так же, как мы можем пользоваться одним и тем же правилом, но прийти к разным точкам зрения о применимости ветхозаветных законов в наши дни. Я подошел, как я считаю, к важному моменту, а именно, в некоторых случаях основанием для того, что некоторые люди придерживаются теории непрерывности ветхозаветного закона, а другие теории прерывности, является то, что одна теория полагает, что закон Моисеев повторяется в Новом Завете, то есть все еще действует, а другие придерживаются другой теории и убеждены, что есть как явное, так и косвенное указание в Новом Завете на то, что мы больше не подчиняемся закону Моисееву. Иногда различие между сторонниками двух теорий в том, что они противопоставляют что-то друг другу, но иногда люди, придерживающиеся разных теорий, используют одно и то же правило, но когда доходят до Нового Завета и рассматривают отдельные фрагменты, экзегетика этих фрагментов определит, действует ли этот закон или этот закон больше не действует. Таким образом, Бансон придерживается этой теории так же, как и я, но чем мы отличаемся? В Евангелии от Матфея 5.17 говорится, что Христос пришел не нарушить закон, но исполнить его, подтвердить его, и для него, с точки зрения экзегетики, это значит, то есть то, как он понимает этот стих, что ветхозаветный закон все еще должен действовать. Когда я рассматриваю подобные фрагменты, я говорю, да, Христос пришел исполнить закон, но что значит понятие «исполнить»? Мы об этом поговорим через несколько минут, когда я расскажу о своей позиции и объясню ее. Но я бы также открыл фрагменты из Нового Завета, которые говорят о том, что мы не под законом, а под благодатью, что мы под законом Христовым, или Христос – конец закона, цель и конечный результат закона. И здесь подразумевался именно закон Моисеев, толкователей единодушно в этом. Итак, все-таки есть в Новом Завете места, которые явно или косвенно наводят на мысль, что законы Ветхого Завета больше не действуют. И действительно, какое бы правило вы не использовали, первое или второе, вы должны прийти к одному заключению. Обычно так и должно быть. Другими словами, заключение Бансона – такое же, как и заключение многих других людей, которые используют это правило. Но смотрите, как он пришел к этому заключению. Он нашел в Новом Завете то, что явно или косвенно говорит о том, что закон Моисеев распространяется на нас. И поэтому его позиция о применимости закона в наши дни будет такой же, как у других людей. Но он дошел до этого путем экзегетического анализа. Мои взгляды противоположны частично, потому что я тоже использую это, но также после прочтения книги Бансона и осознав, что он использует те же правила, я понял, что мне нужно с помощью экзегетики представить явные или косвенные доказательства того, что в Новом Завете закон Моисеев устранен. Так, он приходит к идеям, как и я, и совсем необязательно вставать по разные стороны вопроса. Если бы все люди использовали, например, вот это, или все люди использовали, например, вот это. Снова повторюсь, я мог использовать это для определения связи между Заветами. И я с легкостью мог прийти к заключению, что закон Моисеев не для людей Нового Завета, и провести экзегетический анализ, доказывающий, что закон не повторяется, но все равно прийти к теории прерывности. Абансен использовал вот это правило, которое обычно распространено среди сторонников теории прерывности, но он приходит к выводам о непрерывности в результате своей экзегезы. Хорошо. Какие возможные решения проблемы мы можем здесь предложить? Я уже говорил вам о том, что придерживаюсь умеренной теории прерывности. Я не собираюсь очень подробно описывать это, так как, думаю, что вы уже прочитали этот раздел в книге. Но очень кратко изложу основные мысли. Я пользуюсь вторым правилом, когда речь идет о связи между Заветами. И я думаю, что в Новом Завете есть указание на то, что мы не под законом Моисеевым. С одной стороны, когда я читаю послание к евреям, хотя совсем не обязательно ждать, когда я дойду до этого места, но в послании к евреям настолько явно говорится, что ветхозаветная система жертвоприношений и обрядовые законы остались в прошлом, благодаря жертве Христа. Кроме этого, когда я читаю послание к римлянам и первое послание Петра, я вижу, что эти апостолы сообщают своим читателям, что нужно подчиняться существующей власти, а существующая власть – это язычники, атеисты, политеисты, в некоторых случаях Римская империя, то я понимаю, что я не живу при теократии. Если бы теократия сохранилась в Новом Завете, то с чего бы вдруг апостолы стали писать христианам о подчинении языческим властям? Они могли бы сказать «Следуйте за Богом! Он ваш царь!» Это мне подсказывает, конечно, не так явно, как в послании к евреям, где я читаю об обрядовых законах, но, по крайней мере, косвенно, что это больше не имеет силы. Но я также все больше убеждаюсь, что касается экзегетики различных фрагментов, и я имею в виду не только послание к римлянам, где Христос описывается конец закона, а также текстов в послании к Галатам, ссылки приведены в учебнике, но также и текст из Матфея, 5 глава, и в этом случае я следую за примером Дага Мура. Я думаю, что то, что он говорит, верно. У меня была возможность, также и большая честь узнать, как он понимает эти места Священного Писания и получить дальнейшее объяснение. Что я спросил у него? Я хотел услышать его объяснение, как может быть так, что Писание говорит, что Христос – это цель закона, а когда он пришел на землю, то закон потерял силу. И вот, каким образом он разъяснил мне это, и в этом присутствует здравый смысл. Попробуйте взглянуть на эту ситуацию с такой стороны. Сколько-то бегунов участвуют в забеге на стадионе, вспомните Олимпийские игры, и цель этих бегунов, то есть телес по-гречески, это финишная линия, не так ли? Они пробегут несколько кругов и доберутся до финиша. Хорошо. Прозвучал выстрел, или как-то объявили о начале забега, и вот они побежали. То, куда они устремлены в процессе бега, это и есть их цель. В конце концов, они доберутся до финишной прямой, до своей цели, Телиос, которой они стремились, и после того, как они доберутся до цели, будет ли продолжаться забег? Нет. Но они дошли до финиша в этом забеге. Они осуществили то, что должны были в процессе соревнований, дойти до финиша. И Даг хотел показать, что то же самое относится и к закону Моисееву. Закон Моисеев указывал на Иисуса Христа, как на высшую цель и результат. Но также, после того, как бегуны в соревновании достигли финишной прямой, соревнование прекращается. Подобным же образом с приходом Христа, который был целью, конечным результатом, концом закона. Закон, который указывал на него, больше не продолжает действовать. Вот именно это подсказывает мне, как можно истолковать место из Евангелия от Матфея, 5 глава, чтобы не получилась теория непрерывности. Есть ли в Новом Завете еще какие-нибудь указания на то, что закон прекратил существование? Да, я уже упоминал некоторые из них. Это обрядовые законы и гражданские законы, а также места Священного Писания, которые конкретно говорят о том, что мы под законом Христовым, а не под каким-то другим законом. Вы можете возразить. Я не понимаю, что это значит, потому что правила, которым вы подчиняетесь, будучи сторонниками теории прерывности, такие же, как если бы я считал, что я живу под законом Моисеевым. Это следующий кусочек нашей головоломки. Есть разные способы проявления закона, которые выражены в различных нормах поведения. И закон Моисеев – это один из кодексов, одно из выражений Божьего закона. Но были законы и до Моисея, в эпоху Ветхого Завета, например. Были разные нормы. Не только один свод законов был в Ветхом Завете. Закон Христов – это новый кодекс. И это уникальные моральные нормы. Эти нормы уникальны, Но значит ли это, что не будет частичных совпадений с предыдущим кодексом вообще? Совсем не обязательно. На самом деле, частично совпадают законы в разных кодексах. Я бы сказал, что некоторые законы в законе Моисеевом похожи на моральные нормы в законе Христовом. Чтобы лучше объяснить этот момент, чтобы проиллюстрировать эту идею, мне бы хотелось представить это в виде правил дорожного движения в различных штатах США. Если я еду по скоростному шоссе или по платной автотрасте в штате Иллинойс, и скорость моего автомобиля выше допустимой, и вот полицейский видит это и останавливает меня, он выписывает квитанцию за превышение скорости, и я в этом случае обязан буду заплатить штраф в штате Иллинойс, потому что я нарушил законы штата Иллинойс, правила дорожного движения штата Иллинойс. А если же я поеду в соседний штат, Вискансин, и вижу их знак ограничения скорости, я могу сказать самому себе, надо же, у них есть такой же знак ограничения скорости, какой я часто вижу на дорогах между разными штатами и на скоростных шоссе в моем штате Иллинойс. И вот если я буду ехать слишком быстро в штате Вискансин, и меня там оштрафуют, то разве тот факт, что я живу в штате Иллинойс, не означает, что я должен быть наказан по правилам дорожного движения моего штата Иллинойс за превышение скорости в их штате Вискансин? Я несу ответственность перед штатом Вискансин за то, что я сделал там. Штраф будет выписан в соответствии с их законами, и я не могу пойти в определенное место в Иллинойсе, чтобы заплатить этот штраф. Я обязан обратиться к чиновникам в штате Вискансин. Так как многие правила дорожного движения основаны на здравом смысле, мы не должны удивляться, не так ли? Когда мы рассматриваем содержание разных сводов законов, то можем увидеть много общего. Скорее всего, не будет огромных различий между правилами дорожного движения в Иллинойсе, по сравнению со штатами Виннесота, Вискансин, Индиана и так далее. Но все равно это уникальные правила. Это способ выражения закона для водителей именно так, как принято в этом штате. Таким же образом, когда речь заходит о Божьих нравственных законах, о моральных кодексах, можно найти в истории не одно выражение Божьего закона. Закон был дан через Моисея, но был закон дан и до Моисея. Вложенная в человека совесть – это еще один способ выражения Божьего закона. Что же, если кто-то верит, что все эти выражения закона в конечном счете основаны на характере Бога, как мы уже предполагали ранее на этом занятии, тогда не стоит удивляться, насколько похожи могут быть законы. Но они все равно остаются различными кодексами. Вы можете сказать, что я не вижу никакой пользы от такой теории, как эта, если мое поведение должно в основном быть таким же, как если бы я исполнял закон Моисеев. Хорошо. Преимущество в том, что мне не нужно отвечать на вопрос типа «Почему вы думаете, что смертную казнь надо применять в наши дни, но считаете приемлемым употребление бифштекса с кровью?» Я не обязан убивать своего вола, если он забодал вашего ослика. Об этом говорится в том же месте Писания. Видите, что вам не нужно отвечать на германифтический вопрос типа «Откуда вы знаете, что пост преобразился с приходом Христа, но остается постом в Новом Завете, а кошерная пища преобразилась с приходом Христа, но становится отделением от мира?» Мне не нужно отвечать на подобные вопросы, потому что я думаю, что не подчиняюсь закону Моисееву. Ладно. Тогда вы говорите. Вы просто придерживаетесь этой теории из-за целесообразности. Вы не любите отвечать на трудные интеллектуальные германифтические вопросы. Я отвечу «Нет, вовсе не по этой причине я принимаю эту позицию. Я принимаю ее, потому что думаю, что второй из правил для определения связи между двумя заветами более приемлемо. Я не знаю, почему, если Бог сказал что-то однажды, ему нужно повторять это через несколько лет. Знаете, это остается актуальным, и до тех пор, пока он не скажет, что закон отменяется, мы должны воспринимать как руководство к действию. Тогда следующий вопрос, который должен возникнуть у вас, и я уверен, что многие хотят знать. С такой точкой зрения, как у меня, что нам делать с Ветхим Заветом? Можно ли жить в соответствии с ним? Можно ли продолжать проповедовать из Ветхого Завета? Если мы уже не под ветхозаветным законом, я думаю, что этот вопрос очень даже стоит задать. Мне бы хотелось рассказать, как человек, придерживающийся теории прерывности, должен относиться к Ветхому Завету. Есть несколько идей, которые, как я думаю, говорят о пользе и применимости Ветхого Завета. Даже если я считаю, что подчиняюсь новозаветному закону Христову, во-первых, некоторые законы частично перекрываются в Кодексе. Если я верю, что какая-то моральная норма в законе Христовом идентична какой-то норме в законе Моисеевом, я не обращаюсь к Ветхому Завету как к обязательному для исполнения мной. Но я могу сказать, что вот показатель Божьего единообразия в различных выражениях своего закона. И это еще раз подтверждает, что правильно, а что неправильно. Но есть еще одна причина, по которой мне нужно вернуться в Ветхий Завет. Оказывается, в Ветхом Завете даны объяснения или обоснования для определенных законов, которых нам не найти в Новом Завете. В частности, одна из причин, из-за которой, я думаю, что полезно даже для того, кто находится в лаге теории прерывности, обращаться к Ветхозаветному учению о смертной казни. В Бытие, в девятой главе, можно найти это, но больше нигде я не нахожу этого в Писании, тем более в Новом Завете. Я нахожу в книге Бытие, в девятой главе, обоснование этого нравственного правила. В Бытие, в девятой главе, написано «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Другими словами, когда вы проливаете кровь другого человека, вы лишаете жизни того, кто создан по образу Божьему. И это очень серьезно. Итак, как сторонник умеренной теории прерывности, я бы сказал, если я допускаю применение смертной казни, то я должен быть убежден, что в Новом Завете говорится об этом. Но я могу увидеть, почему Бог выставил такое требование, рассмотрев обоснование для смертной казни, которое записано в Бытие, девятая глава. Вот один из способов использования Ветхого Завета. Второй способ. Иногда законы очень похожи, то есть почти одинаковые законы в обоих кодексах. Тогда я могу продемонстрировать непрерывность, и особенно, если я верю в то, что законы в конечном счете основаны на характере Бога, тогда я могу показать, не то чтобы это был правильный метод для рассуждений, но, по крайней мере, то, что я вижу в двух заветах о лжи, убийстве и воровстве, согласованно во всех кодексах, как и следовало того же дать, так как все эти законы исходят от Бога, который, по сути, есть любовь, и который установил нравственные нормы в соответствии со своим характером. Но есть еще один способ использования Ветхого Завета. Я уверен, что вы уже знаете об этом, если вы начали читать главы из книги об абортах. На самом деле, прослушав то, о чем мы говорили сегодня, если вы прочитали главу об абортах и размышляли над разделом, где говорится о книге «Исход», 21 глава, 22 стих, может быть, вы уловили когнитивное несоответствие с этим. Вы можете сказать, как же так? Если эти люди думают, что не живут по закону Моисееву, то почему они обращаются к книге «Исход», 21 глава, когда речь заходит об абортах? Мы обращаемся к таким местам Священного Писания, как «Исход», 21 глава, не потому что мы думаем, что все детали в этом законе применяются к нам сейчас. Мы живем по закону Христову, и это не норма из закона Христова. Значит, я не обязан в ситуации, которая описана в этом месте Священного Писания, поступать так же, как они поступали в Ветхом Завете. Но почему я обращаюсь к этому закону вообще? Лично я обратился бы к этому месту Священного Писания, потому что думаю, что могу узнать кое-что о том, что думает Бог о беременных женщинах и нерожденных детях. И даже если я не думаю, что если бы такое произошло с моей женой или с кем-то в современном мире, у меня было бы право поступить в точном соответствии с наказанием, которое предлагается в «Исходе 21», но я хочу понять, что подразумевается под этим установлением на самом деле, а потом уже говорить «Хорошо, теперь я понимаю, здесь я узнал кое-что о Божьем отношении к беременным женщинам и нерожденным детям». И совершенно очевидно будет для вас, если вы уже прочитали или когда прочитаете, я думаю, что это очень серьезное место, подтверждающее важность бережного отношения к беременным женщинам и нерожденным детям. Затем я задам себе вопрос, помня, что я живу по закону Христову. Есть ли в Новом Завете что-нибудь, что подскажет мне, что Христос, как Бог, изменил свой взгляд на то, как важны беременные женщины и нерожденные дети? Я изучил Новый Завет, я не только не нашел ничего, что свидетельствовало бы, что Божьи взгляды изменились, я нашел то, что говорит об обратном. Посмотрите, например, на учение Иисуса Христа, что там говорится о том, кто духовно соблазнит ребенка. Христос говорит, что поступающему так лучше было бы, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и бросили в воду и утопили. Если Бог посредством Иисуса Христа, если Иисус Христос, Сын Божий, так думает о человеке, который духовно соблазняет ребенка, то что он будет думать о том, который отнимает жизнь ребенка, губит дитя? Так что я не нахожу в Новом Завете никаких намеков, показывающих, что Бог стал по-другому относиться к сохранению жизни ребенка. Напротив, я нахожу подтверждение. И также поражает меня, что я могу сказать, что Бог не только имеет мнение по этому вопросу, и мнение его противоположно мнению многих сторонников абортов в дискуссиях по этому поводу. Но Бог также и очень последователен в этом вопросе. И я могу показать вам это. Не потому, что исход 21 глава актуальна сегодня, но и потому, что я вижу определенное отношение, которое потребовало такого именно закона. И я думаю, что это согласуется с другими местами, которые я нахожу в Ветхом Завете и в Новом Завете, в том, что касается Божьего учения. Итак, по Ветхому Завету вы можете продолжать проповедовать в нескольких разных контекстах. Если вы, например, если перейти от закона к пророчествам, знаете, что эти пророчества все еще осуществляются в народе израильском, то у вас больше причин проповедовать по этим книгам Ветхого Завета. Это не потеряло актуальности. Это не подверглось изменениям. Но даже те места, которые, по-вашему, уже устарели, например, закон Моисеев, все равно эти места представляют особую ценность и стоит к ним обращаться. Давайте рассмотрим, что происходит. Время от времени мои бывшие студенты или просто люди из поместных церквей обращались ко мне по телефону или писали письма и говорили, вы знаете, у нас ужасно много проблем в нашей церкви, и все из-за вопроса о применимости законов из Ветхого Завета. И в некоторых случаях конкретная проблема была в том, что в некоторых церквах были люди, желающие навязать Ветхозаветное установление о Десятине на Новозаветную церковь. И по ряду причин там были люди, которые сопротивлялись этому. И вот эти люди готовы были вступить в спор с другими верующими, потому что они не хотели отдавать Десятину и не хотели, чтобы это было в уставе церкви или еще где-то упоминалось об этом вопросе. Я подумал об этом так. Конечно, это предполагает, что установление о Десятине не утратило своей силой в наши дни. Я не нахожу, чтобы в Новом Завете говорилось об этом. Означает ли это, что я вообще ничего не должен отдавать для служения в Божьем Царстве? Все зависит от того, какое значение вы вкладываете в слово «должен». Нет требования, нет закона, говорящего, что я нарушаю закон Божий, если не отдаю Десятину. Но естественно, что есть места в Новом Завете, в которых говорится о необходимости поддерживать служение Церкви Божьей. И знаете, там не говорится о десяти процентах, там говорится о том, с каким отношением мы призваны жертвовать, чтобы угодить Богу. И в этих местах Писание подразумевается до определенной степени, я имею в виду 2 Коринфянам 8 и 9 главы, что мы должны давать пропорционально нашей любви ко Христу. Другими словами, наше даяние должно отражать нашу любовь ко Христу. Итак, должен ли я отдавать 10 процентов? Может быть, моя любовь ко Христу требует 15 или 20 процентов? Но это вовсе не условие, которое я должен навязывать всем в Церкви. Но я не становлюсь ужасным, безнравственным грешником, если у меня достаточно средств, чтобы отдать только 5 процентов от своего заработка. Но делаю я это с радостью, с весельем, что и подразумевается в буквальном смысле в Новом Завете. Я отдаю доброхотно. Жаль, что я не могу дать в 10 раз больше, в 20 раз больше. И даже если я отдаю 5 процентов, или 2 процента, или 1 процент, но отдаю с правильным отношением, я не нарушу никакого закона. Наоборот, я поступил в соответствии с законом Христовым. Давай доброхотно. А я помню, что сказал Господь о вдове, которая внесла две лепты. Она отдала все, что у нее было. А это больше, чем 10 процентов. Хотя сама сумма была незначительная. Но ее праведность намного превосходила фарисейскую. Тех людей, которые хотели бы видеть себя на страницах газет. Вот кто отдал 20 процентов от дохода, а вот кто отдал 15, а вот эти отдали 10 процентов. Нет, нам не нужны такие почести. Мы не к этому должны стремиться. Здесь очень много полезного для повседневной жизни. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не хочу, чтобы вы думали, будто для того, чтобы сдать экзамен, и сдать его на отлично, вам нужно придерживаться теории прерывности. Но я хочу подчеркнуть, что когда-нибудь, и возможно достаточно скоро, вам нужно будет определиться, что вы думаете о применении ветхозаветных законов в период Нового Завета, или иначе вы столкнетесь с настоящими проблемами. Среди людей, которым вы служите, будут и те, кто не имеет никакого представления о тех подробностях, которые мы с вами обсуждали за последние два часа. И они думают, что если это записано в Писании, я должен исполнять это. Возможно, они недоумевают, почему мы не побиваем камнями гомосексуалистов и так далее. Видите ли, если я придерживаюсь теории непрерывности, то мне нужно объяснить, почему мы не делаем этого. Если я все еще исполняю этот свод законов, а эти законы говорят не только о нормах поведения, но также о наказании, если я их нарушу, как мне объяснить, почему, живя в период Нового Завета, я должен исполнять правила, но не могу использовать те же меры наказания? Что я могу сказать о происходящем? И вот другая проблема, которая возникает у сторонников теории непрерывности. А что говорит сторонник теории непрерывности? Сторонник теории непрерывности говорит, что закон одинаков, что в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. Но он добавит при этом, что он преобразился с приходом Христа, и в действительности мы его не соблюдаем в прежнем виде. В какой-то момент рассуждения нам следует мешаться. Как же так? Разве слово «одинаковый» утратило свое значение? Вы говорите, что законы одинаковы, но мы можем указать на значительные различия между ними. В такой ситуации выражение «закон одинаков» больше не передает никакой идеи. Вы сами найдете неубедительным аргумент, что в Новом Завете закон такой же, как и в Ветхом Завете. Это может быть еще одним основанием, чтобы прийти к выводу, что теория непрерывности верна. Но, как я уже говорил, будете ли вы защищать теорию прерывности или теорию непрерывности, вообще не определяет, насколько хорошо вы завершите этот курс. Хорошо или не очень. Но с практической точки зрения это очень важно, потому что мы начнем разговор, если будет на то воля Божья, на следующей неделе об абортах, а потом перейдем к другим проблемам нравственности. Нам необходимо будет иметь определенное представление о том, к каким местам Священного Писания уместно обращаться, а каким нет, а также знать, как ими пользоваться, когда мы к ним обращаемся. И вопрос не только в том, можно ли вообще использовать Писание. В современной этике мы должны также знать, какие разделы в Писании использовать, и как их использовать, если, я думаю, что Библия применима в современной этике. Итак, этого будет достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова